Естественно, анализируя и мониторизируя состояние общественной политической ситуации, мы с вами все убедены и знаем точно, что предстоящие выборы пройдут очень сложно. И по внутренним нашим делам и тоже на фоне тому же тех, кто английский событий, на фоне активизации Евросоюза и НАПРУ здесь, в нашем регионе, на фоне реального объявления со стороны властей Молдовы, холодной войны России и многое другое еще, что вы все знаете и переживаете. Эти выборы будут проходить с большим количеством насилия, нарушений, подком избирательства, классификации и прочим-прочим влияниям. Все наши оппоненты, они те же, только название партии другие, лица некоторые в их командах поменялись, но все они без исключения не в состоянии и не готовы, и эти пять лет подтвердили, предлагать что-либо в стране по реальному улучшению, по модернизации, по улучшению ее социально-экономическому развитию. А потому им ничего не остается, как все вместе бороться против нашей партии, против нас. Эти выборы будут и для нас, и для наших верных сторонниц, и для нас, и для избирателей, самыми тяжелыми, я ничего не говорю, за все верное ответственность на эту партию. Мы седьмой раз включаем соратуры, и вот они будут очень сложными. После нас уже используются, и будут еще больше используются, самые современные политические провокации, технологии. Поэтому мы должны быть ко всему. Угрозным, посту, кочерничеству, с антограммами, все, что только они не придумывают. И только наша глубочайшая уверенность в наших собственных силах, в коллективной мудрости, в нашей команде, в нашей руководстве партии, в нашей руководстве партии, в наших членах партии, и в нашем стратегическом преимуществе, над всеми конкуренциями, нам позволит добиться убедительной провокации. Так, считайте, долгие 5 лет, с апреля 2009 года, мы убедились, что только наша партия является партией государственных. А потому даже трудно представить, что будет с Молдовы, с молдавским народом, с нашим обществом, в случае нашего прореза на выходе. Это значит, что мы обязаны, во что бы то ни стало, добиться безусловной победы. Мы с вами начали внутрипартийную подготовку к настоящим выборам не с концертами. Это, я считаю, что вообще марат. Развлекать людей бедных, голодных, униженных, сверхдорогими концертами. Думаю, что лучше продали братья деньги, если потратили на концерт, там нужно сдать. По крайней мере, хотя бы в детском доме. Мы с вами пошли уже проверить. Мы подготовили важнейший агитационный ресурс. Мы единственным Молдовым фактором, который может откидывать не только слово, повторяю, не только слово, но и дело. Потому что мы, наша партия была 8 лет во власти. И мы во власти вернули надежду всей стране, что Молдова может быть самопостаточной страной. Может развиваться нормально. Из-за того, что склонится вся скорость. Именно мы остановили экономический, духовный упадок нашей страны. Именно наша партия, после этих таких лет деградаций и разрушений, и будет способна, и должна, и обязана быть способна реализовать программу стабильности экономического развития страны. В нашей партии есть еще один мощный предвыборный ресурс. Это ресурс называется моральный ресурс. Именно в нем, в этом ресурсе, моральном, откроется самое большое превосходство нашей партии над всеми остальными конкурентами. Мы единственная партия, которой не приходится обманывать на встречах избирателей людей. И во власти, и в оппозиции. Мы всегда были предельно честны с нашими гражданами. И то, что мы предлагали, предупрежденных по кормам и конкретно людям, мы почти все всегда выполняли. Именно мы, в 8 лет управляя страной, смогли превратить угрозу национальных катастроф. Улучшили жизнь людей, выработали реальную перспективу развития. Мы укрепили государство, укрепили суверенитет. Начали по-настоящему современную модернизацию страны. Именно мы, в 8 лет управляя страной, смогли превратить угрозу национальных катастроф. Улучшили жизнь людей. Покорен не потеряла себя и в оппозиции. Наоборот, приобрела еще больше авторитет и опыт. Сохранила идеологический базис, что очень важно. И особенно важно, сохранила команду. Наша партия доказала свою верность избирателям, занимая активную наступательную позицию и в парламенте, и в обществе. Коммунисты внесли на рассмотрение парламента 5-5 лет оплатить более 160 законопроектов. Постоянно парламентские заседания выступали с конкретными предложениями и включались активно в дебатах по различным проектам. Причем в счете партии власти, которые пытались игнорировать и нас, партию, и наших депутатов в парламенте, признали свое моральное поражение. Даже будучи в оппозиции, партия коммунистов определяла, согласитесь, повестку дня и политической обстановки в стране. Мы не голосовали за так называемого президента Тарпетинова. Мы бойкотировали ратификацию соглашения в ассоциации Молдовы в СССР. Мы не голосовали ни за один из законов, предлагаемых в коалиции, которые имели антинародный и антисоциальный характер. Мы раскрыли коррупционные схемы на шалонах власти. Нам удалось отправить за вставку центральных позиций самых коррумпированных и уваженных криминальных лидеров Альянса. И Луку, и Плохотнюк, и Филат, и генеральный прокурор. Уважаемый товарищ, верно, что не принципам партия коммунистов и к этим выборам продолжается обязательная операция. Тем более, что у нас есть опыт руководства страной. Во-первых, была ликвидирована организованная преступность. Во-вторых, экономикам он был расстабильным, динамичным. Государственные внешние долги. Кинзулся в 4 раза. ВВП на душу населения вырос в 4 раза. Официальные резервы Национального банка выросли в 7,5 раз. Отъем иностранных промышленных инвестиций в 2008 году составил 2,2 млрд долларов. Третье. Расходы населения увеличились за время нашего работа с страной в 8 раз. Каждый год. В 2 раза. Расплата работников национальной экономике увеличилась в 5 раз. Расплата медицинских работников в 9 раз. Пенсии выросли или росли на 20% ежегодно. Нам удалось остановить деградацию системы образования. Мы открывали университеты, школы, детские сады. Постановили базу профессионально-технического обучения. Постановили базу профессии. Государственные расходы на образование за время, что мы руководили страной, увеличив 7 раз. Теперь не всем категориям обучающихся в 2 раза. Четвертое. Динамично стала развиваться социальная инфраструктура. Был госпитирован 921 населенный пункт. Реабилитированы и построены сотни километров дорог водопроводов. Мы строили стабильную, демократическую Молдову. Нам удалось ориентироваться в общественном созидании. Приоритетом были инвестиции в человека. Подождалось молдавское село. Именно поэтому с большой тревогой мы сегодня наблюдаем, как нынешняя коррупционно-морфиозная власть планомерно уничтожает наше государство. И политически, и экономически. За всего за 5 лет либеральный режим вернул Молдову в 90-е годы. Внешний долг Молдовы за эти 5 лет вырос на 40%. Мы сократились в 85% в 2001 году, до 12,8% во второй половине 2009 года. Они его сейчас опять подняли, опять 40%. Почти ежегодно по 10%. А берут кредиты, берут все налево и направо, не считают. Молдавские идеи умышленно девальвировали под машинические схемы. Тарифы на газ выросли на 33%, на электроэнерги на 20%, на отопление на 52%. Ежегодно росли налоги, сборы, придумывали все новые и новые налоги, поборы людей. Программы для молодежи были все прекращены. Число безработных только среди молодежи разошло в 2 раза. Количество бюджетных мест в университетах было полностью сокращено. Стоимость контракта для обучения удвоилась. Было закрыто более 250 учебных заведений. Более 5000 преподавателей уволили. На 70% выросли цены на медикаменты. Потому что фармацевтические данные монополизируют. Уровень преступности угрожает безопасности граждан, но и безопасности государства. Взамен представители власти продвигают инициативу про героизацию фашистов. Фактически отменили день победы. Уничтожает памяти к советской области. Оставшиеся средства массовой информации, которые не продались и перешли к этим властям, подвергаются закрытию проследований. Так был ликвидирован телеканал НИИ и другие неугодные и телеканалы, и радиоканалы, и газеты. С другой стороны, 90% нынешних действующих молодых телеканалов реализуют коррумпирным олигархием. Полиция узурпировала государственную власть при темнике и сумме избранных так называемого президента и распределения министерских постов. НИПО. 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 Н Ориентация на НАТО в молдавских властях не случайна. Сегодня в вас, в Молдове, в руках партии войны. Будем так прямо говорить. Олигархи, контролирующие политические процессы в Молдове, все время воюют. С Россией, друг с другом, с оппозицией, с обществом и даже сэконом. Мы напечатаем этот доклад, мы не будем ему секретными. Это вся правда, которую должна страна знать, с чего мы начинаем на том уровне комбайса. Усовет катастрофического падения уровня жизни, власть занимается дестабилизацией общественно-политической ситуации. И делается это преднамеренно. События в ГГУЗе. Провал процесса реинфиграции страны. Пропанация молдавского языка и молдавского государства. И многое, многое другое показали, насколько презрительно относится это власть к праву людей на свободу жили и завлечь. На собственное мнение. Эта власть показала, как умеет терроризировать неугодность. Как она вносит раскол и напряжение в молдавской обществе. Власть ищет врагов. Не только внутри страны, но уже из-за ее придерживания. Не уже, а все это будет. Под предлогом евроинфиграции полностью разрушены многое дружеское отношение, дружеское отношение, торгово-экономические с Российской Федерацией. Лидеры партии власти и их провластные телеканалы развивают недвиданную русофобию. Еще немного, и молдавская власть начнет кампанию по героризации фашистов, экстремистов, террористов, прочих регенераций. Уважаемые партии, согласитесь, что в этой ситуации партия коммунистов выгодно отличается от этих пленочкового власти. Потому что это партия веры, всегда ставящая национальный интерес Молдавы. Как мы в отношении со странными членами ЕС, так и с нашими традиционными партиями на Востоке ГСС России. Россия всегда была близка Молдову. И исторически, и экономически, и духовно. Но все мы должны четко понимать, что Молдова не будет в состоянии вернуться к нормальности после этих 5 лет системной целенаправленно разрухи без восстановления традиционных близких отношений с Российской Федерацией. И это еще один важнейший пункт наших субъектов Молдовы. Существует еще одна ситуация по внешней политике Молдовы, которую необходимо обязательно исправить. Речь идет о соглашении об Ассоциации Республики Молдов с Европейским Союзом. Документ, который подписал, коалиция предала Молдову и ее народу. Продала нас всех в рабство. Так она никогда не скрывала своего резкого отрицательного отношения к тексту, к содержанию и к этому соглашению. Уже столько лет мы говорим о разделе Молдовы-Поднестровья. О деградации нашей экономики. О деградации и коррумпированности политической системы и морали. О колонизации страны и потере нейтралитета. О коррупции и разложении всей власти сверху до низу и по горизонтали. О том, что реализация соглашения с ЕС позволит чужестранцам скупать нашу землю. И это уже началось с перспективными разными документами. А народ Молдовы не будет уже хозяином собственной страны. Наша критическая позиция по соглашению не менялась ни при каких обстоятельствах. Кто бы, как бы ее не выворачивал, не хотел бы ее показать иначе. Подготовленная спешка, тайна от парламента, тайна от народа. Это соглашение более напоминает бессарабско-румынский сговор. До того, 1918 года, когда Румыния оккупировала нас, нежели документ государственного значения. Власть, которая сегодня, так сказать, Молдовы, капитулировала перед Западом. Оставила в нашем обществе без перспектив развития. Но, в результате с раздуванием мифа о якобы европейском прогрессе и развитии. Как и во время прошлой производной кампании, мы обязаны, а значит и должны, опережать наших оппонентов. Опять повторяю, проколенная единственная партия, которая опубликовала еще 1 мая свою безуберную программу и вынесла ее на всенародное обсуждение. Проект безуберной программы нашей партии был обсужден на пяти тематических целых столах конференций. После чего началось всенародное обсуждение безуберных программ во всех партийных организациях. И это прошло комментированно. За это время в Центральный комитет, в районные комитеты партии всего вместе поступило порядка 11,5 тысяч конкретных предложений по программе нашей и по развитию страны. Все они были систематизированы и нашли свое отражение в окончательном варианте. То, что предоставляет последнюю среду на настоящем деле. Если вникнуть аналитические всесторонние судьи, происходящие на протяжении таких последних лет процессы, еще раз, еще глубже, мы видим, что Молдова больше потеряла, чем приобретение. Мы потеряли, особенно после подписания этого соглашения, значительную часть независимости и политическую, и экономичную. Мы потеряли часть суверенитета. Произошла дестабилизация общества. Очень серьезная. Политическая элита, как они себя называют, это макронно-бандитская коррумпированная власть, вернулась в криминальный 90-й год. Опять появились ворит законные, опять появились макронные сутки, опять рэкет, опять все. Экономика страны на грани банкротства. 92% граждан страны находится ниже порога бедра. Именно поэтому, как и в далеком, уже для нас, в 2001 году, партия идет на парламентский выбор с созидательной программой. Процесс разрешения должен обязательно быть остановлен. Пора восстановить Молдову. Чем Молдову начинается устроить? Ее экономику, политику, социальную, культурную, духовную среду. Но при этом, конечно, нужно вести очень наступательную, серьезную борьбу со всеми теми, которые будут мешать этому процессу. Но, я прошу вас запомнить, потому что мы будем донести аккаунт на парламентский городок. Мы не будем искать врагов в Молдове, среди нашего народа, среди наших людей. Мы не будем искать врагов и за пределами Молдовы. Мы будем избавлять решительную страну от коррупционеров, от мафиозных структур, от олигархов. Мы обязаны вернуть Молдову в русло соблюдения Конституции, обязательно, и закона в нашей стране. Мы откроем все законы школы, детские сады, больницы. Мы обязательно поднимем зарплату и пенсии всем до уровня, который позволит остановить социальный геноцид. Бегство граждан их страны. Миллион, сто тысяч человек работают за границей. Но им оставили только 220 тысяч. Хотя в 2005 году, когда мы были в 20-20, было 600-600 тысяч. И сейчас они дошли до невыносто. Приоритетом для нашей партии будет экономическая модернизация страны. А это возможно лишь в условиях стабильности всего общественного политического процесса в стране. Только в стабильном состоянии общество может нормально развиваться. Если посмотреть на ситуацию Украины, становится ясно, что нестабильность, конкретно мы видим, что нестабильность будет еще большим разграблением страны. И олигархами, и различными традиционными политическими системами, силами. А в конечном счете, это грозит потерей государственности. В таких условиях ни в одной стране, и мы в Молдове не исключили. Нет никаких шансов на развитие. Молдова должна оставаться всегда. Молдовы, государства. Даже в самой тревожной жизни. И должна быть обязательностью в той территории, становиться территорией мира и стабильности. И только наша партия в состоянии это сделать. Мы должны восстановить все социальные гарантии, наверное, на нынешней власти. Средняя зарплата в стране должна превышать прожившую минимум 4 раза. А пенсии людей не меньше, чем в 2 раза. Так вот, прожившую минимум. Пенсионеры должны быть освобождены от многих, предоставленных многих услуг, многих льгот, в том числе бесплатный проезд в общей сентраструктуре. Так же, как и студенты государственных учебных заведений, должны быть освобождены от всяких контрактов, от оплаты за обучение. Мы восстановим экономику страны. Мы оживим наши города, поселки. Новая индустриализация – это план четырехлетнего развития страны, построение в нашей Молдове современного промышленного, энергетического потенциала, основанного на кооперации и тесном взаимодействии как со странами Европы, так и странами таможенного союза. Именно это создаст новые рабочие места. Именно это остановит повальное бегство наших граждан и страны. Молдова должна вернуть себя в суверенитет к внешней политике. Пенсионный нейтралитет Молдовы должен получить обязательно всестороннее, полное, согласованное и с ООН, и с другими международными организациями, и конституционное закрепление. Только он, этот нейтралитет страны, постоянный статус постоянного нейтралитета, может быть фундаментом восстановления единства и территориальной церкви. То есть решения церкви. Вопросы о внешнем векторе развития коммунисты будут решать только всенародным ветвям. Коммунисты будут солидарны с общенародным мнением о вхождении нашей страны в Союз и о развитии двоих взаимовыгодных отношений с Европейским Союзом. Мы, коммунисты, никогда не согласимся с введением внешнего управления из Брюсселя. Рынок сбыта молдавской продукции на миллиарды долларов для нас находится, все это знают, и те, которые подписали это соглашение, все это знают. И все, которые делают здесь, что ничего не происходит, все знают, что он находится для нас на Востоке. Именно поэтому еще в сентябре 2012 года наша фракция в парламенте инсенировала рассмотрение вопроса о проведении референдума по вопросу по соединению Республики Молдова к таможенному Союзу. Всех названных и других целей, которые я перечислил, да и их еще очень-очень много, я думаю, что вы согласитесь, что невозможно достичь без установления межэтнической стабильности. Уважительное отношение к правам, к правам, к истории, традициям всех национальностей, которые проживают в нашей стране. Мы убеждены, что только такая программа глубоко обоснованная, конкретная, способная объединить общество и настроить наше молдавское общество на созидательный пункт принесет успех и развитие народа. Наша с вами задача, вот, все еще дня, все еще за официальное начало референдума компании, да, в связи в том, чтобы делать так, что предвыборная эта кампания проходила организованно, уверенно, дисциплинированно, конкретно. Очень важно добиться консолидации и объединения молдавского общества именно того, чтобы вернуть нашей стране честь. Достоинство, самоубожение, спортивное творение. Очень важно восстановить доверие народа к государству, которые сегодня очень сильно посохнулись. Мы должны убедить наших избирателей в том, чтобы они не распыляли голоса. Потому что эти созданные, якобы, левые какие-то партии, это искусственное образование, имеющее право тащить, оторвать от нас так нужной стране голоса, так нужной стране для победы партии, чтобы осознать эту программу созидания, которая здесь вложена очень конкретно в наши предвыборные признаки. Мы должны убедить наших избирателей, что им не стоит голосовать за мелкие партии. За партии, которые созданы вчера. За партии, в основном, которая нет, не находится, не может быть никакой идеологии, кроме идеологии их пюрера в этой партии, которая идет к тому, чтобы так захватить что-нибудь, чтобы иметь возможность дальше растаскивать, грабить, уничтожать страну. За партию, над меткой, которую создали олигархи за их деньги. Только, повторяясь с одной целью, отобрать голосовую нас, а потому наша компания самая главная, должна пройти только на позитивной волне. Только на позитивной. Условия, когда партии, власть и их прислужники на левом фланге, выступают практически, и не только выступают, но и реализуют программы ликвидации на балконе ликвидации. Наша пропагандистская с вами задача состоит в том, что надо сказать избирателям, прямо открыто, если ты, уважаемый избиратель, голосуешь за нашу партию, ты этим самым поддерживаешь и способствишь укрепление молодого фланга. Если ты будешь голосовать за всех остальных, то ты, как бы ты ни объяснялся, какие ты деньги тебе дали, и пакеты с чем, ты голосуешь против многих. В целях организаций, надлежащих, нужных, темповых, наступательных, предвыборных компаний, в целях достижения этой обязательной, абсолютной победы, центральный комитет организовал в трех уровня и структуре управления выбором. Она состоит из Республиканского штаба, районного штаба, первичных партийных организаций. Все эти уровни будут взаимодействовать с нашим базовым, базовым уровнем. Основы это с агитаторами, пропагандистами, мобильными группами. Главный век действий, согласованность действий и контроль за выполнением. По завершению сегодняшнего фенома, с начала нашей предвыборной кампании, районные комитеты должны окончательно уже соревновать выполненные команды, в виде штабов, в виде этих всех центров, оттуда осуществлять планирование, контроль, организацию всей дальнейшей работы по выборному направлению. Графики встречи и прочее, то, что мы сейчас назад на совещании с первыми старями договорились. Из-за ограниченности наших ресурсов в финансах, материально-технических это 100% нам никто не хочет финансировать ничего. Мы обязаны максимально эффективно использовать всю ту печатную продукцию, которую мы будем из всех напряжений, из всего напряжения стараться производить и вам выдавать. И плакаты, и листовки, и буклеты, и скрозные материалы. Это я вас прошу очень интересно. В период компании мы также будем активно участвовать в дебакуах, как на центральных каналах, так и на местных. Необходимо районным штабам, коронному руководству районному партии подготовить, я сегодня говорил вам тех товарищей, которые будут участвовать в этих дебаках. Как никогда важно реализовать наш испытанный предвыборный принцип. От дома к дому, от порога к порогу, от человека к человеку и глаза в глаза. Никто, кроме нашей партии, этот принцип не может использовать. Пробовали, не получается. Только мы можем. Потому что нас и много, и мы целенаправленно работаем. Районным штабам распределить весь район, все села, партийную организацию населенных пунктов, распределить все село среди коммунистов, которые с нашим антигенационным материалом в руках пройдут от дома к дома человек-человек. Ее бессмертно. Так, как я вначале сказал, если ты голосуешь за нашу партию, ты голосуешь за Молдову, за ее перспективу, за сохранение страны, государственности. Если ты нет, то ты голосуешь против страны, против себя лично, против истории, против твоих предков, родителей, которые были и которые жили на этой земле. Категорически я вас прошу всех, недопустимого, чтобы наш товарищ, который будет ходить от порога к порогу, человек как человек, распространять наглядные мегалмы, чтобы он не был подготовлен, чтобы он не владел информацией, чтобы он не мог ответить на вопросы. Каждый из избирателей нашей страны должен почувствовать, во-первых, к нему внимание, от коммунистов пришли. Потому что, я говорю еще раз, все эти не могут так охватить всех избирателей, как мы можем, как мы имеем внимание от нас от партии. Понять, что он не безразличен, его голос нам не безразличен для судьбы истории, для судьбы страны. Это очень важно, чтобы они так поняли. И поддержав нашу партию, повторяю, он, кстати, расширает и свои возможности, и свое участие в развитии страны, да и для себя. Мы должны убедительно доказать, каждому избирателю, что только наша партия в состоянии остановить деградацию страны, прекратить сползание в долговую яму, остановить социальный геноцид против народа, остановить криминализацию. Очень важно довести до каждого гражданина, что именно сегодня от всех нас вместе зависит у Молдовы будущее. Останется она или исчезнет с политической карты как суверенное независимое государство. За прошедшие пять лет в оппозиции мы еще раз показали, что мы способны достойно ответить на все попытки и изнутри, которые имеют цель разрушить страну. партия коммунистов выстояла, несмотря на запрет символики, вы помните, на подкуп отдельных наших депутатов из фракций, которые нас предали, на подкуп местных советников, вы знаете, консильеров, которые постоянно вокруг крутятся, на постоянное давление по всем, по всем, по всем. В разрушение партии коммунистов были вложены огромные деньги, огромный потенциал извне управлял этим процессом. Как против нас надо бороться? Искали всех этих Горбачевых в наших рядах и в Центральном комитете райков партии. Но у них, как видите, ничего не получилось. Партия коммунистов входит в эти выборы сильной, сплоченной, очень серьезно мотивированной, очень серьезно подготовленной командой профессионалов единомышников. А самое главное, что нас поддерживает большинство молдавской области. Наша партия имеет уникальный опыт. Мы прошли и медные трубы, и тернии оппозиции, повторяю. И сегодня, как никогда, мы едины, хорошо организованы, структуризированы. Мы не предали, не продались, не предали наших избирателей. А потому нам люди верят, и за нами пойдет избиратель. Нам главное объяснить нашу суть, цель, задачи, с чем мы идем на эти парламентские выходы. И мы должны убедить их, что мы их не разочаруем, что мы это будем делать. Все. Одним словом, мы обязаны победить, товарищи. Мы обязаны вернуть страну народа. И наш исторический опыт, и наш исторический долг, и все вместе нам позволяют построить современную демократическую страну, которая обязательно должна жить и будет жить счастливым народом. АПЛОДИСМЕНТЫ